Всем привет! Ситуация вокруг увольнения Джины Карана компании Дисней не закрыта еще с 2021 года. И вот как это ни странно, несколько лет спустя кажется дело вновь приобрело очень неожиданный поворот. Ведь еще 6 февраля Джина Карана подала в суд на Лукасфильм и Дисней. По словам актрисы, она лишь теперь может начать добиваться справедливости и настроена очень решительно. Затем прошло еще несколько месяцев и наконец-то Дисней уже выкатил свой ответ на претензии Джины. Уверен, такого мало кто ожидал. Всем привет! С вами Юту и мы начинаем. Итак, напомню вам немного контекст событий. В феврале этого года Джина Карана подала в суд на Дисней из-за увольнения ее из Мандалорца. Актриса утверждает, что гигант индустрии развлечений подверг ее дискриминации за высказывание определенных мнений по актуальным вопросам. Как написал еще 6 февраля голливудский репортер, в ходе обострения противостояния по поводу ее увольнения из Мандалорца, Джина Карана подала в суд на Дисней и Лукасфильм за дискриминацию и неправомерное увольнение, в иске которой открывает еще один фронт на поле битвы за влияние в Голливуде и корпоративной Америке. Карана в жалобе, поданной в Федеральный суд Калифорнии, утверждает, что ее уволили за высказывание правых мнений в социальных сетях и добивается постановления суда, которое заставило бы Лукасфильм снова взять ее на работу. Илон Маск, выполняя обещание оплатить юридические расходы для пользователей, которые утверждают, что подверглись дискриминации из-за своей активности на его платформе Икс, ранее Твиттер, помогает финансировать данный иск. Напомню, что еще в 2021 году Лукасфильм объявили, что Джина Карана не вернется в популярный сериал «Мандалорец» после того, как она поделилась очередной публикацией в Твиттере. И вот теперь Карана намерена отстаивать справедливость. Еще раз обращу ваше внимание, что происходило все это пару месяцев назад. Теперь же компания Дисней наконец-то разродилась ответными действиями и реакцией на иск своей бывшей звезды. Дом мыши утверждает, что имел право уволить Джину Карана. В компании заявили, что они имели конституционное право уволить актрису, ссылаясь на первую поправку Конституции США. Адвокаты Диснея подали ходатайство об отклонении иска, заявляя, что у них есть конституционное право не ассоциировать свое творческое самовыражение с мнением Карана. По мере того, как слава Карана росла вместе со славой ее персонажа, Карана начала взаимодействовать с поклонниками сериала и публикой таким образом, что, по мнению Диснея, это отвлекло и подрывало собственные выразительные усилия компании. Резюмировал Дом мыши свою точку зрения на данную историю, которую объявили адвокаты компании. Решение Карана публично опошлить Холокост, сравнив критику политических консерваторов с уничтожением не тысяч, а миллионов евреев, стало последней каплей для Диснея, говорится в заявлении. Все претензии Карана запрещены первой поправкой, продолжили адвокаты, далее они ссылаются на прецедентное право, ну, в общем, это уже более юридические тонкости, чем что-то еще. Также представители Диснея заявили, что иск Джины – это недопустимая попытка использовать государственную власть для отмены решений частной организации о том, что и как говорить в своем собственном искусстве. Жалоба должна быть отклонена, говорится в заявлении. Что же касается аргументов актрисы о том, что другие ее коллеги, которые говорили подобные вещи и делали схожие посты, не понесли вообще никаких санкций со стороны Диснея и уж тем более не лишили своих рабочих мест, на это в компании ответили, что Карана, очевидно, считает, что заявления других актеров были достаточно схожими с ее заявлениями, чтобы вызвать такое же беспокойство со стороны Диснея, но согласно правилу автономии говорящего, это решение не принадлежит ей или присяжным, объяснили адвокаты. При этом на момент создания данного видео судья Центрального окружного суда Калифорнии в США, курирующая данное дело, еще не вынесла своего решения по запросу Диснея, и мы пока не знаем, удастся ли компании замять дело или все-таки дойдет до суда. Что же касается самой Джины, то она требует от Диснея возмещения ущерба, причиненного ей, а также возвращения ее прежнего контракта, что, безусловно, очень сильно сказалось бы как минимум на векторе развития сериала «Мандалорец», а может и всех «Стар Ворс», вот такие дела, так что будем ждать и смотреть на то, чем все это закончится. А если хотите оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш канал прямо сейчас, нажимайте на колокольчик и переходите в нашу телегу, ссылка традиционно ждет под видео. Спасибо всем, кто был с нами, пока-пока!